Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий Управлял ли Гагарин, Востоком-1? Нет, весь полет проходил в автоматическом режиме. В экстренном случае космонавт мог бы получить доступ к ручному управлению кораблем, но для этого пришлось бы вскрыть конверт и прочитать код доступа. Данная мера потребовалась для того, чтобы усложнить переход на ручное управление и исключить импульсивные действия под влиянием стресса. Управлять положением «Востока» в пространстве можно было при помощи микрореактивных двигателей, создававших тягу путем выбрасывания из сопл сжатого азота. Какова судьба донорской ДНК в организме рецепиента? Поселиться в организме чужая ДНК не сможет. Кровь состоит из четырех компонентов – лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов и плазмы. ДНК содержит только лейкоциты, поэтому донорскую кровь обычно прогоняют через центрифугу, чтобы лейкоциты отделить. При экстренном или прямом переливании крови лейкоциты донора начнут борьбу с чуждой ДНК, что может стать причиной недомогания рецепиента крови. Можно ли пробурить земную кору до мантии? Теоретически да, и такие попытки уже предпринимались полвека назад, но пока не принесли результатов. О намерении произвести новую попытку получить образец мантии объявляла несколько лет назад группа британских исследователей. Они представляли план бурения в океане, где земная кора намного тоньше континентальной и может достигать всего 6 километров в толщину, в противовес 30-60 километров на суше. Пока никаких новостей о дальнейшем развитии проекта не поступало. Какая ближайшая к Земле может стать сверхновой. На эту роль пробуется двойная звезда Айка из созвездия Пегаса. Она расположена на расстоянии 150 световых лет от Земли. Один из компонентов двойной звезды – звезда спектрального класса, а она показывает пульсации. А это свидетельствует о том, что топливо для термоядерного синтеза подходит к концу и скоро это небесное тело ждет разбухания и превращения в красного гиганта. Партнер по системе «белый карлик» достаточно большой массы для объектов этого класса массой в 1,1 солнечной. Когда соседка станет красным гигантом, белый карлик окажется внутри ее внешних газовых оболочек и сможет нарастить массу в результате явления, называемого аккрецией. По достижении предела Чандрасекара, 1,44 солнечной массы, белый карлик, скорее всего, взорвется и превратится в сверхновую. Произойдет это, вероятно, в ближайшие несколько миллионов лет. Но даже если взрыв уже произошел или произойдет в ближайшем будущем, Земле этот катаклизм угрожать не будет. Безопасное расстояние до взрыва сверхновой составляет порядка 75 световых лет. Пекарские и пивные дрожжи – это не одно и то же. Нет. Хотя, разумеется, главная функция дрожжей в хлебопекарной отрасли, пивоварении, виноделии и производстве спирта одна и та же. В отсутствии кислорода дрожжи начинают активно поедать сахар, превращая его в спирт и углекислый газету. При этом дрожжи, применяемые в разных отраслях пищепрома, это искусственно выведенные штаммы. Окультуривание дрожжей началось тысячелетия назад, отбор шел эмпирическим путем и принес хорошие результаты. В виноделии применяются дрожжи, которые, взаимодействуя с виноградным сырьем, придают напитку особые ароматы. Так, знаменитый «банановый» привкус «бажоли» – работа дрожжей. А вот в спиртовой отрасли ароматы не востребованы. Там используют штаммы, обеспечивающие максимальную выработку спирта и работающие дольше в среде, насыщенные собственным метаболитом. У пивоваров, свои штаммы, также наряду с солодом и хмелем формирующие аромат. А для хлеба главное – больше газа. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.